Привет, ребята. В этом видео я покажу вам неопровержимые доказательства применения машин в древности, в раме Хойсалишвара в Индии. Есть кое-что очень странное в этих колоннах. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть концентрические следы, которые могли остаться только в результате обработки колонны на токарном станке, как результат вращения заготовки. Нет никакого способа добиться такого вручную, с помощью зубилы и молотка. Одного лишь взгляда на эти колонны достаточно, чтобы понять, что они были обработаны с помощью машины. По факту, все геологи согласны с тем, что эти изделия были созданы на токарном станке. Но никто не дает разумного объяснения того, как такие огромные колонны обрабатывались более 900 лет назад. В наши дни мы, конечно, способны создать такие удивительные формы на токарном станке. Но тем не менее, изготовление 4-х метровой цельной каменной колонны будет очень сложной задачей. Так как же эти колонны были созданы с такой восхитительной точностью в древние времена? Могли ли древние строители использовать машины и продвинутые инструменты так же, как мы используем их сегодня? Если такое возможно, то может ли быть, что они запечатлели эти устройства на барельефах храма? Здесь вы можете увидеть очень странный предмет в руках бога по имени Масала Байроват, который в точности отображает механизм, называемый планетарная передача. Внешняя передача имеет 32 зуба, а внутренняя, точно половину от этой цифры, 16 зубов. Это передаточное число используется и сегодня. Если бы это был всего лишь воображаемый инструмент, то для чего древним строителям использовать реальное передаточное число 2 к 1? Что еще удивительней, это то, что мы можем видеть замок, расположенный вокруг механизма и зафиксированный в его центре. Сегодня мы используем стопорный зажим, который работает по точно такому же принципу. Если историки правы, то как могли примитивные люди, работающие с зубилом и молотком, вообразить такой механизм? Возможно ли, что продвинутая машинная технология была использована 900 лет назад? По этой ли причине мы видим безупречно обработанные колонны? Что еще более интересно, что этого бога называют Масайлы Байроват, что означает «бог измерений». Это совпадение, что бог измерений держит в руках продвинутый инструмент? Но самое лучшее свидетельство применения машин находится внутри. Давайте отправимся в самые темные глубины храма, чтобы посмотреть, сможем ли мы найти еще больше доказательств. Вот двухметровая статуя бога с поистине сверхъестественными орнаментами. Его корона обрамлена черепами диаметром около 2,5 см. Я заметил, что могу просунуть тонкую проволочку через его глаз, так что она выйдет из уха. Также она пройдет от уха до уха, от уха до рта и в любом другом направлении. Что это значит? Это значит, что весь этот череп полый внутри. Как возможно выбрать всю породу в такой маленькой сфере? Даже с помощью современных инструментов это будет очень сложной задачей. Нам нужно принять как факт, что выдолбить пустоту в такой маленькой сфере просто невозможно с помощью примитивных инструментов. Еще интереснее становится, если посветить фонариком между его головой и короной, и увидеть, что свет проходит насквозь, и понять, что там есть очень маленький зазор. Я попытался просунуть ту же самую проволоку, которая около 3 мм в диаметре, но она не прошла. Это значит, что зазор менее 3 мм. Как может кто-либо выдолбить такую полость зубилом? Может быть черепа, корона и голова сделаны из разных камней, а потом составлены вместе? Нет, все геологи подтверждают, что эта двухметровая статуя сделана из цельного куска камня. Меня всегда удивляло, почему артефакты в самых темных уголках храма содержат самые интригующие детали. Вот мы видим женщину, на которой надето здоровенное толстое ожерелье. А если посветить фонариком, то станет ясно, что это не одно ожерелье, а два, потому что свет проходит между ними. И снова я попытался просунуть проволочку, но она не прошла между ожерельями. Как мы можем объяснить то, как эти удивительные скульптуры были изготовлены 900 лет назад? Еще храм Хойсалишвара известен тем, что в нем находятся шестой и седьмой по размеру каменный бык. Однако по красоте они стоят на первом и втором месте. Это потому, что они выглядят так, как будто сделаны с абсолютной точностью машины. Например, если вы посмотрите на качество полировки, то вы сможете увидеть свое отражение, как в зеркале. И это после девяти столетий коррозии и повреждений. Так что можно только вообразить, насколько великолепно они выглядели во времена создания. Возможно ли, что их обработка была сделана с помощью машин? Сегодня мы используем различные фрезы для достижения такого качества полировки. Они выглядят вот так. Использовались ли похожие инструменты в древние времена? И что более важно, есть ли похожие изображения на барельефах храма? Вот, например, в руках божества инструмент, который очень смахивает на фрезу. Вот еще один, немного отличается от предыдущего. Обратите внимание, что устройства выглядят одинаково, но не идентичны. Резцы немного отличаются. Буровые и полировочные насадки, которые мы используем сегодня, также имеют различные резцы для различных видов работ. По всему миру мы можем видеть, как боги держат этот загадочный предмет, который очень напоминает сосновую шишку. Может быть, это действительно сосновые шишки? Могут ли боги, изображенные в индийских храмах, держать в руках сосновые шишки, а вовсе не инструменты? Но вообще-то в Индии сосны не растут. Так что как строители 900 лет назад могли видеть сосновые шишки? Так как это фактически невозможно, то может быть, боги по всему миру все-таки держат в руках некие продвинутые инструменты, которые были использованы для обработки камня? Может быть, так построены величайшие мегалитические сооружения? Кроме того, многие из этих сосновых шишек, вырезанных на барельефах по всему миру, изображены на длинной ножке, в точности как любой современный инструмент. В предыдущем видео я показывал вам телескоп, вырезанный в том же храме. Как это было создано без использования машин? Так что вы думаете? Были ли передовые машинные технологии, использованные 900 лет назад? А если нет, то как вы объясните эти концентрические следы на колоннах, отверстия менее 3 мм в диаметре и безупречную полировку? А как насчет этих планетарных передач и странных инструментов? Пожалуйста, оставляйте свое мнение в комментариях. Меня зовут Провин Мохан. Благодарю за просмотр и до скорых встреч. Перевод выполнен каналом Альтвенчерс.